Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я Николай Скинтиян, как всегда расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, прогнозируется дождь. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. А в картиной галереи Ващенко можно познакомиться с новым художественным проектом «Время перемен» «Включение». Он организован совместно со школой Игоря Ягодкина «Ключ». Новый арт-проект реализуют в формате конкурса, участники которого могут ярче представить свое творчество. На выставке будет более 200 работ, созданных за минувшие два года. Гости галереи могут отметить понравившиеся, проголосовав за них. Участие каждого посетителя станет вкладом в творческий процесс проекта. К слову, голосование также предоставляет право на участие в розыгрыше призов 1 июля. Российский Центр науки и культуры в Гомеле запустил фотоконкурс «Я в России». Его приурочили к празднованию Дня России. Прислать свое фото желающие могут до 9 июня. В дальнейшем все снимки будут загружены в фотоальбом. И с 10 по 11 июня состоится зрительское голосование за лучшее фото. Награждение пройдет 12 июня. Победитель получит диплом и шарж со своим портретом. Обладатели 2 и 3 мест получат дипломы и книги о России. Во дворце Румянцевых и Паскевичей продолжает работу выставочный проект «Зона комфорта». Это рассказ о том, какие способы отдыха были у людей в разные периоды истории. А также о том, какие из них актуальны и сегодня. Так что на выставке можно увидеть экспонаты, которые поведают об активном отдыхе в прошлом. Как далеком, так и не очень. Ощутить все прелести домашнего отдыха и вспомнить, чем можно заняться на своем личном островке. Альтер-эго. Выставка под таким названием открылась в Музее истории города Гомеля. На ней портфолио топ-моделей Катерины Дубицкой. Выставка собрана из 25 работ 5 фотографов, с которыми чаще всего сотрудничала Катерина. На счету участницы многих проектов уже более 100 показов мод в Беларуси и за ее пределами. Модель представлена в самых разных образах, которые демонстрируют грани ее характера. Фотографы, с которыми работает Катерина, через разные ракурсы и авторские взгляды преподносят миру ее альтер-эго. Выставка организована по итогам одного из конкурсов красоты. В выпусках передачи «Земля. Наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 15.50. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. А также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Пять туров, пятерка игроков, каждая из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям в 12 часов 15 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.35. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим интересным новостям. На дне моря у берегов Италии на глубине 19 метров нашли якорь, отлитый 2300 лет назад. Находка сохранила изображение дельфина, который считался символом богини-любви и покровительницы мореплавателей Афродиты. Якорь отправили в Палермо для изучения. Предполагается, что он был сделан еще во времена Римской империи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одном из городов Норвегии семейная пара сделала открытие во время ремонта своей спальни. После того, как в комнате был убран пол, супругам открылось неожиданное. Под половицей обнаружилась насыпь камней, детская игрушка и большой железный топор. Ремонт было решено приостановить до тех пор, пока с находкой не разберутся археологи. При этом специалисты рассказали, что хозяева дома наткнулись на тысячелетнюю могилу викинга. Все предметы отправились на дальнейшее исследование, а спальня пока стала местом раскопок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В американском городе Ричмонд живет собака, которая обладает, возможно, самой длинной мордочкой в мире. Хозяйка приютила этого питомца в 2018 году. И любимец породы русская псовая борзая быстро стал популярным. Дело в том, что за два года его мордочка вытянулась до 31 сантиметра. Оставить такой показатель без внимания публики хозяйка не смогла. Поэтому создала питомцу страничку в Инстаграм. И этот шаг прославил собаку. В будущем хозяева попробуют зарегистрировать длину носа своего питомца. Возможно, это будет новый мировой рекорд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одном из национальных парков в Алжире фотограф сумел запечатлеть редчайшего северо-западного африканского гепарда. Эти животные не попадали в объектив камеры около 10 лет, что делает этот вид самой неуловимой кошкой в мире. Последний раз четыре представителя вида попали в кадр в 2010 году. Африканский гепард занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. По информации Международного союза дикой природы, в Алжире осталось всего 37 особей. Поэтому снимок вызвал большой интерес со стороны натуралистов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одном из городов Великобритании грабитель успел обчистить три дома, пока не влез в жилище, в котором живет бдительный попугай. Дело было так. В самый разгар ограбления злоумышленник был замечен домашней птицей. Она начала кричать и говорить всякие гадости в его адрес. И громкие звуки разбудили хозяйку дома. От нее грабителю сбежать удалось не сразу. Сначала женщина схватила его за сумку, а когда парень выбежал из дома и попытался перебраться через забор, догнала и схватила его. Злоумышленник все же скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. Грабитель понесет наказание. Ну а храброй женщине с бдительным попугаем суд выразил благодарность в виде денежного вознаграждения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Николай Скинтиян. Сегодня пятница, впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения на весь этот день. Ну а мы увидимся с вами на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова